Привет! Ты на канале IT-муравейник, и сегодня я хочу немного поговорить про тулинг, в частности, про такой инструмент, как Розуэлл. Некоторые люди его любят, а некоторые ненавидят. Лично я отношусь к первым, потому что Розуэлл упрощает некоторые аспекты работы с Common Lisp. Например, он позволяет легко и просто устанавливать разные реализации CL. Это очень полезно, когда тебе нужно протестировать библиотеку под разными реализациями, в том числе и внутри автотестов, запускаемых на GitHub, CircleCI или Travis. Кроме того, Розуэлл упрощает создание Shell скриптов, а также сборку программ в бинарнике. А еще Розуэлл позволяет ставить программы напрямую из GitHub или QuickLisp. Давай посмотрим на все эти фичи последовательно. Для начала взглянем на то, как можно устанавливать с помощью Розуэлл разные версии Common Lisp. Посмотрим, какие версии Common Lisp у меня уже есть. Для этого используем команду roslist. List installed. Кстати, помимо реализации Common Lisp, Розуэлл также позволяет легко и просто обновить ASDF, а также установить какую-нибудь библиотеку из GitHub. Но об этом сейчас не будем говорить. Смотри. Вот у меня установлен какой-то CCL, ClosureCL, то есть, и несколько разных версий SBCL BIN. С помощью Розуэлл я могу запустить мою программу под любым из этих лиспов, а могу установить новый. Просто командой rosinstall. Ну, допустим, я хочу установить самую последнюю версию SBCL, которая вышла совсем недавно. 2, 3, 1. Пишем SBCL BIN, дальше номер версии 2, 3, 1. И ждем, пока она скачается и установится. Прошло меньше минуты, а у меня уже есть свеженький SBCL. Попробуем его запустить. Проверим теперь номер версии. Да, это свежий SBCL. Круто! Хорошо, а теперь давай покажу, как с помощью Розуэлл можно сделать запускаемый shell-скрипт, который будет внутри написан на CommonLisp. Делаем команду ros init, а дальше имя скрипта. Допустим, foo. Ros пишет, что он создал скрипт. Попробуем его отредактировать, пусть это даже будет vim. и напишем здесь hello world. Теперь я этот скрипт могу запустить. Вот он, наш hello world. И что самое классное, Розуэлл запускает скрипт под той реализацией CommonLisp, которая в настоящий момент активна. Давай я немножечко изменю наш hello world так, чтобы он выводил имя реализации CommonLisp. Снова запускаю. Теперь программа выводит, что она запущена под sbsl. А теперь поменяем реализацию на csl. Сначала я посмотрю, что у меня в конфиге. Тут Розуэлл показывает, что lisp по умолчанию это sbsl bin. Если я сделаю команду ros use csl bin, то он переключит дефолтный лисп на csl. Теперь любой скрипт, запущенный из командной строки, будет использовать кложусь CommonLisp. Также можно указать лисп прямо в скрипте. Можно дать Розуэллу команду, которая скажет ему всегда использовать sbsl bin. Теперь, когда я запускаю скрипт, он использует sbsl. Еще одна классная фича Розуэлл состоит в том, что он позволяет легко и просто скомпилировать такой скрипт в бинарник и распространять этот бинарник, отдавая его конечным пользователям. Они даже не будут подозревать о том, что внутри зашит CommonLisp какие-то библиотеки для него. Давай попробуем скомпилировать foo.ros в такой бинарник. Все, что для этого нужно, это сделать команду ros build foo.ros и немного подождать. Кстати, Розуэлл автоматически применяет компрессию, когда вы используете sbsl, и бинарник получается не такой уж большой. Если мы посмотрим на него, то увидим, что он всего лишь 13 мегабайт. Хотя, конечно, кто-то скажет, что для Hello World это довольно много, но вы поймите, что внутри зашит полностью runtime CommonLisp, который позволяет на лету менять программу, компилировать какие-то новые куски и так далее. Запустим команду. результат выполнения команды приходит практически мгновенно. И посмотрим ее зависимости. Как видно из вывода LDD, наша библиотека зависит от стандартных библиотек Linux, но никак не от sbsl. Так что догадаться, что там внутри Lisp можно только расковыряв этот бинарник. Следующая фича Roswell, которая мне также очень нравится, это то, что он позволяет устанавливать программы прямо с GitHub. Например, вместо установки какой-то реализации CommonLisp я могу сказать ros install а дальше имя пользователя slash имя репозитория. И Roswell скачает этот репозиторий, постарается найти в нем папку Roswell со скриптами и установит эти скрипты в специальную директорию, которая должна быть в вашем системном пути для того, чтобы скрипты из нее могли запускаться. Для примера сейчас поставим мою небольшую программку, которая выводит системную информацию о Lisp. Я напишу ros install 40 ans CL info. Немного подождем, пока он ее устанавливает. Тут видно, что он с помощью QuickLisp скачивает все нужные зависимости, затем компилирует программу и показывает, куда он ее установил. Теперь я могу ее запустить и посмотреть информацию о CommonLisp. Тут видно, какая OS, какая версия Lisp, какая версия SDF и также видны дистрибутивы QuickLisp. Конечно, этот способ распространения программ требует того, чтобы на компьютере пользователя был настроен Roswell и какая-то реализация CommonLisp. Но все равно это довольно удобный способ распространять программы среди пользователей CommonLisp. Запустил одну команду и через пару секунд она у тебя уже установлена и работает. Напоследок хочу показать еще пару команд, которые я часто использую с Roswell. Это Rosrun. По умолчанию она запускает интерпретатор CommonLisp. Но также этой команде можно давать дополнительные опции. Например, Eval, скажем, попросим ее что-то напечатать, а потом выйти. А еще Ros можем попросить запустить Emax. И при этом он его запустит уже настроенным для того, чтобы в нем работал QuickLisp и Slime или Slime в зависимости от ваших настроек. Все, что надо сделать, это запустить Ros Emax. А потом внутри Emax дать команду для запуска Slime. И все. У нас готовый настроенный Ripple. Причем Ripple запускается с той реализации CommonLisp, которая выбрана в Roswell дефолтной. Или же я могу указать ее явно в командной строке. На этом на сегодня все. Не забывайте заглядывать в описание под видео. Там я буду оставлять ссылочки на все использованные инструменты, а также на видео похожих тематик. Например, одно из следующих видео я планирую сделать про утилиту Clot, которая также полезна для тех, кто использует CommonLisp. Так что ждите следующих видео. А чтобы их не пропустить, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и, конечно, пишите в комментариях темы, про которые вы хотели бы услышать в следующих выпусках. пока. Всем Леспа ваши сердца. ваши сердца. Аплодисменты. Субтитры 보�ы, приятная